При входе в дом невозможно не заметить стену, которая полностью находится во власти фотографии военных лет. Это не просто снимки, это целая история семьи Захарчук. На них запечатлены деды, прадеды, которые сражались за независимые свои родины. Многие из них так и не смогли вернуться и увидеть, как вся страна празднует День Победы над фашистской Германией. Но в наше время главное сохранить память о предках и в первую очередь передать ее нашим детям. То есть в будущем сохранить прошлое. Вот и 13-летняя Маша буквально все знает про своего дедушку Ивана Мухина. Командиром полка был отправлен на разведку со своей группой. Возвращавшись обратно, наткнулись на немецких разведчиков в числе 11-13 человек. После короткого бая семь немцев было убито, один офицер взят в плен. Задание было выполнено. Маша говорит, что гордится своим дедом. Ведь по-другому и быть не может. Благодаря в том числе и его подвигам мы сейчас все можем наслаждаться мирной жизнью. Но знаете, было бы несправедливо сказать, только семья Захарчук знает историю войны. Уверена вам заявляем, подрастающее поколение больших бортников, несмотря на свой юный возраст, понимает и значимость той победы, и как важно сохранить настоящую историю тех лет. Мы должны это помнить, потому что на их примере мы должны учиться не воевать, как-то решать конфликты мирным путем, потому что иначе это будет вести к таким большим потерям. Они воевали ради нас, чтобы мы жили, чтобы небо было светом над нашей головой, чтобы мы помнили их и не повторяли, чтобы не было такой войны, которую они пережили. В поселке есть памятник воинам-победителям. Ребята постоянно следят за его состоянием, убирают, красят. И, конечно, без участия школы тут никак не могло обойтись. В учреждении образования в этом направлении ведется непрерывная работа. У нас есть, присутствует волонтерский отряд, получается, тимуровский отряд. Вот, мы собираем ребят и идем на памятники. Как бы они стараются, убирают, интересуются, а кто же здесь похоронен, а почему. Ну, то есть, их это интересует. В конце хочется сказать, наш репортаж не столько о ком-то, сколько о важности помнить уроки прошлого. Ведь, чтобы история не повторилась, нужно ее знать. Помните, через века, через года, помните. А тех, кто уже не придет, никогда помните. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.